Всем привет! Вы находитесь на канале Поступи в Мед. Здесь вы сможете найти много полезной информации, которая пригодится вам для подготовки к ЕГЭ по биологии, химии и другим предметам. В прошлом выпуске мы говорили про хвощевые растения, а сегодня мы продолжаем говорить про отдел высших растений и поговорим про волосеменные растения. Итак, что же такое волосеменные растения? Голосеменные – это первые растения, которые прочно закрепились на суше. Все прошлые растения, о которых мы говорили – хвощевые, папоротниковые, хихи, водоросли – эти все растения были каким-то образом связаны с водной средой. И если даже они жили на земле, то хотя бы часть их жизненного цикла была связана с водой. Так вот, волосеменные – это бывшие хлорофилосодержащие растения, которые впервые смогли окончательно выйти на сушу и полностью пройти свой цикл развития на земле. И в связи с этим волосеменным растениям пришлось модифицировать свое строение. Почему это проявлялось? Ну, самый популярный вид волосеменных растений – это хвощевые. Ёлки, сосны, я думаю, все прекрасно знают, какого образа этих растений. Вот. Какими же особенностями обладают эти растения в связи с тем, что они закрепились на суше? Несмотря на то, что они закрепились на суше, потребность в воде у этих растений все равно осталась. То есть, на биохимическом уровне. Этим растениям нужна была вода, поэтому их целью являлось максимально сохранить то немногое количество воды, которое они смогли добыть из почвы, из дождей. А как это сделать? Сделать это можно очень просто. Необходимо уменьшить поверхность, с которой эта влага испаряется. Поэтому, если мы заметим, листья у хвощевых растений, если их так можно назвать, видоизменены. Это иголки. То есть, листья у волосеменных растений представлены иголкой. Это длинные, колоссовидные, острые такие структуры. Поэтому у них поверхность маленькая, но, тем не менее, они способны к фотосинтезу. Но поскольку поверхность у этих иголок маленькая, колоссальные растения, зеленые в любое время года. Это связано с тем, что недостаточную площадь в фотосинтезирующей поверхности, они компенсируют постоянство фотосинтеза. То есть, они фотосинтезируют в любое время года. И зимой, и летом. Еще один механизм, из-за которого голосеменные растения удерживают влагу внутри себя, это образование смолы. Всем нам известно, что издревние моряки просмаливали свои суда. Для чего это было нужно? Дело в том, что смола не пропускает влагу. И таким образом делает корабли герметичные. Так вот, точно так же, голосеменные растения защищают себя с помощью этой смолы от испарения и выделения излишней влаги из их организма во внешнюю среду. Конечно, листья в виде игл являются не единственным органом голосемных растений. Голосеменные растения также имеют полноценные корни, стволы и ветки, на которых, собственно, и расположены эти иглы. Надо отметить, что голосеменные растения – это раздельно полные растения. То есть, есть пушки и жарские особи. И семя у них защищена чешуйками. Итак, как же размножаются полосеменные растения? Как я уже сказал, это раздельно полые растения. То есть, они имеют мужские отдельные и женские шишки. Мужские шишки содержат пыльцевой мешочек. Ну, то есть, множество пыльцевых мешочек, в которых содержатся мужские половые клетки – это пылинки. Голосеменные растения являются ветроопыляемыми. И стоком ветра, мгновением ветра, вот эти пылинки с пыльцевых мешочков перемещаются на семизачаток, которые находятся в женской шишечке. Итак, когда это происходит, пылинки начинают прорастать в семизачаток и образуются семи, из которых впоследствии развивается новое молодое растение, имеющее маленькие органы, характерные для голосемных растений. Итак, сегодня мы вкратце поговорили про голосеменные растения, обсудили их строение, способы размножения и функции. В следующем выпуске я расскажу про покрытосеменные растения. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, переходите на нашу группу и сайт, ссылка на который вы найдете в описании под видео. Надеюсь, вам было интересно. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok